Спасибо, Татьяна. Добрый день, уважаемые коллеги. Хорошо ли меня слышно и видно? Зажгите, пожалуйста, огонечки. Кто-нибудь? Спасибо. Итак, сегодня у нас вебинар-презентация. Я вас приветствую. Это вебинар о новой серии книг от издательства Директ Медиа. Вы видите, Директ Медиа Паблишинг — это импринт, наша марка для изданий, которыми мы гордимся отдельно. Она называется «Восточный вектор». Это серия, и запущена она недавно, но та емкость, которую она представляет собой, она настолько всеобъемлющая, и мы гордимся то, что начали эту серию, и то, что продолжаем, и планами, которые у нас на нее есть. Но не буду забегать вперед. Расскажу про самое начало и о том, что нас сегодня ждет. Итак, несмотря на то, что на фоне западных санкций растет экономическое сотрудничество России и стран Востока, Азия продолжает оставаться неизвестным континентом для россиян. Опросы Всероссийского центра исследования общественных мнений показывают, что они затрудняются, наши россияне, затрудняются определить, с какими восточными странами России следует развивать сотрудничество в сфере торговли, политики и культуры. Россияне часто не знают, что уже пользуются продуктами стран Востока, ведь многие международные бренды принадлежат производителям из Азии. Чтобы приоткрыть завесу тайны над современным Востоком, наше издательство запустило серию книг, которые объясняют современные политические, экономические и культурные тенденции стран Азии. Сегодняшняя презентация коснется нескольких книг этой серии уникальных переводов и первых в России. В 21 веке, благодаря беспрецедентному росту экономики на мировую арену, вышел Китай. После столетий изоляции, унизительных договоров и войн со стороны западных держав и даже бывшего вассала Японии, Пекин, наконец, стал настоящим политическим центром Востока и соперником Америки. Рост влияния Китая вызывает у западных экспертов парадоксальные чувства, которые американский экономист Томас Орлик называет сенофренией, одновременной верой в то, что Китай вот-вот захватит весь мир и в то, что Китай вот-вот развалится. Чтобы охладить пыл паникеров и параноиков, ведущий экономист Bloomberg Economics Орлик написал книгу «Китай. Пузырь, который никогда не лопнет», который призвал к трезвому взгляду на китайскую экономику. Я чуть-чуть отступлю, хотела бы показать вам эту книгу. Вот она. Это уже изданный нами перевод. Проблема большинства экспертов и публицистов, которые пишут о Китае, в том, что они слишком зациклены на своем видении будущего Китая, чтобы разглядеть его настоящее, считает автор Томас Орлик. Книга «Пузырь, который никогда не лопнет» – это рассказ об истории современной китайской экономики, которая предстает чередой вызовов и решений для китайского руководства. Из каждого кризиса китайцы извлекают урок, и он, несомненно, полезный. Годы безудержного кредитования поставили Китай в очень тяжелое положение. Банки выдавали слишком много кредитов, растягивая свои балансы до предела. В лучшем случае деньги вкладывались в полезные, но нерентабельные инфраструктурные проекты. В худшем они тратились на новые роскошные офисы или оседали на счетах в иностранных банках. Ни экономика, ни финансовая система не могли выйти на траекторию устойчивого развития. Если Китай продолжит идти по тому же пути, его ожидает неминуемый кризис. Это цитаты из этой книги, и я буду приводить цитаты из книг, которые презентую, потому что та суть, которая в них заключена, она, ее не скажешь другими словами, и она настолько привлекательна, что я считаю своим долгом вам о ней рассказать. На презентации вы будете видеть небольшие сопровождения моих слов, и комментировать я их особо не буду, потому что будет достаточно понятно. Перед вами сейчас слайд, как раздувается китайский долг, и это данные МВФ, Международный валютный фонд, первосвященник мировой экономики. МВФ был настолько встревожен, что это сквозило даже в максимально нейтральном тоне его представителей. Международный опыт свидетельствует о том, что рост кредитования в Китае вышел на опасную траекторию, предупреждали они, что может привести к серьезной дестабилизации обстановки. Финансовые менеджеры, беспощадный Уолл-стрит, не видели причин сдерживаться. Китай находится на беговой дорожке в ад, говорили они, и в частности предупреждал легендарный игрок на понижении Джим Чанас, предсказавший как некогда крах энергетической компании Enron. В 1997 году, когда азиатский финансовый кризис уничтожил капиталистический режим от Индонезии до Кореи, казалось, что вот дни Китая уже сочтены с его кровосмесительными связями между банками и предприятиями. Однако теперь посмотрим на экономическую карту кризиса Китая. Посмотрите, пожалуйста, следующий слайд. Китай. Минимальные потери выделены цветом. Во время мирового экономического кризиса падение мирового спроса ударило по китайскому экспорту и грозило ввергнуть экономику в рецессию. Однако благодаря мерам по стимулированию экономики в размере 4 триллионов юаней ничего подобного не произошло. Эта особая роль означает, что государственные компании получают кредиты на реализацию приоритетных проектов, независимо от того, принесут ли они прибыль. Мы принадлежим государству, говорит менеджер газоэнергетического проекта, стоимостью в несколько миллиардов юаней в промышленном парке неподалеку от мегаполиса Цяньцзинь в северном Китае. Поэтому неважно, получим мы прибыль или нет, говорит он. Вливая инвестиции в целевые отрасли, государственные плановики создают не крепкий фундамент, необходимый для успеха, а избыток новых предприятий, производственных мощностей. Результат этого и наглядный тому пример китайский рынок робототехники. Множество компаний из последних сил, борющихся за то, чтобы остаться на плаву, жестокая ценовая конкуренция и отсутствие вложений в научные исследования и разработки. Я думаю, впереди светлое будущее, сказал один предприниматель, занимающийся робототехникой, выступая в 2018 году. Вопрос лишь в том, доживем ли мы до него. С каждым экономическим циклом Китай уверенно демонстрирует способность грамотно проводить реформы и защищаться от кризисов, что ставит под сомнение прогнозы о том, что он скоро лопнет. Автор, переведенный нашим издательством книги «Китай. Пузырь, который никогда не лопнет», Томас Орлик демонстрирует изобретательность и гибкость китайских чиновников и политиков при решении проблем, разрушает стереотипы критиков Китая. Перед руководством стоят непростые вызовы. Богатеющий средний класс может потребовать либерализации страны, государственное управление экономикой требует реформ, цены на недвижимость стремительно растут. Несмотря на умеренный оптимизм в отношении китайского управления экономикой, автор книги Томас Орлик не обходит стороной сценарий коллапса Китая. Что будет, если этот пузырь все-таки лопнет? Автор рассматривает возможные предпосылки и сценарии кризиса, которого китайцы уже не смогут избежать, а также последствия лопнувшего пузыря для всего мира. И цель этой книги не в том, чтобы внушить чрезмерный оптимизм в отношении китайской экономики, а в том, чтобы взглянуть на нее без идеологических очков, отбросив стереотипы и апокалиптические сценарии. Мы издали книгу «Китай. Пузырь, который никогда не лопнет», чтобы российский читатель мог лучше познакомиться с современной экономической историей нашего восточного соседа. Думаю, вы ждали, да, эту картинку? Не только экономика Китая актуальна в современной мировой повестке. Эксперты внимательно следят и за внешней политикой Пекина. Неделю назад Си Цзиньпинь посетил Москву и уверил Владимира Путина в приверженности Китая к развитию сотрудничества с Россией. Не просто так я затронула этот момент. Чтобы познакомить читателя с концепцией китайской дипломатии, дипломатии и внешней политики, мы готовим к изданию книгу концепции Си Цзиньпиня «Сообщество единой судьбы человечества». Она излагает китайский подход к международному сотрудничеству и совместному решению глобальных проблем. Я прошу вас не пропустить. Я очень надеюсь, что будет отдельная по ней презентация. Однако тема Китая нас увлекает. И пропустить эту книгу в отрыве от предыдущей было бы не совсем правильно. Если книга Томаса Орлика «Китай. Пузырька, который никогда не лопнет» – это экономика, то книга «Сообщество единой судьбы человечества» – это уже больше политика, внешняя политика и китайская дипломатия. Так что рекомендую. Вторая книга, которую хотела бы вам сегодня показать, и о которой хотелось бы рассказать – это «Две Кореи». «Рождение разделенных наций». Время от времени средства массовой информации сообщают о новых витках напряженности на Корейском полуострове между КНДР и Республикой Корея. А иногда приходят сообщения о том, что Север и Юг как будто собираются объединиться. Но нужно понимать, что изначально разделило китайский народ. Сегодня Северная Корея в Западном мире стала нарицательным названием для тоталитарных и закрытых стран. А Южная Корея – она известна как экономическое чудо и страна, чья популярная культура стремится завоевать поклонников на Востоке и на Западе. Профессор корейской филологии и литературы вед Теодор Чун Юв в этой книге «Две Кореи». Это перевод, который мы сделали, я готова вам ее показать. Вот она. Корея – рождение разделенных наций. Он показывает в ней, что такой исход не был предначертан в 1945 году. Обе республики прошли очень сложную трансформацию в политике, экономике и культуре в отношениях с внешним миром. Автор на примере индивидуальных историй корейцев, явлений популярной культуры, фильмов и песен раскрывает социально-экономические и политические аспекты истории двух Корей. Исследование это начинается в 1953 году. После разрушительной гражданской войны, раскола страны и появления двух очень разных корейских обществ, северного и южного, их разделяет буферная зона шириной 4 километра и длиной 250 километров, растянувшаяся вдоль 38-й параллели демилитаризованная зона. Самая охраняемая граница в мире и последний рубеж времен Холодной войны. Лишь соглашение о перемирии удерживает хрупкое равновесие, но призрак ядерной войны все еще витает по обе стороны границы. В книге исследуется, как близнецы, рожденные Холодной войной, развили две совершенно разные идентичности в глазах мира. Север имеет сомнительную репутацию изолированного нищего государства-изгоя, застрявшего во временной дыре, с наихудшими в мире показателями в области соблюдения прав человека и лидером-затворником, который постоянно угрожает глобальной безопасности своей секретной ядерной программой. И наоборот, юг может похвастаться репутацией процветающего демократического государства с 11 по величине экономикой мира и является образцом для подражания для других стран глобального юга. Как показывает эта книга, корейский полуостров до 70-х годов прошлого века сильно отличался от привычной нам картины. Южная Корея появилась на карте как беднейшая республика Азии, которая управляла череда диктаторов. Любая критика власти жестоко подавлялась. Северная Корея хоть и не была бастионом демократии, но по темпам индустриализации и развития экономики опережала все страны Азии. Это стало возможным не только благодаря китайской и советской помощи, но и благодаря целенаправленной политике развития независимой индустрии. В результате до 70-х годов основной поток беженцев через границу был не с севера на юг, а с юга на север. Автор рассматривает политические и экономические причины, которые изменили такое соотношение сил, в том числе становление культа династии Кимов на севере и борьбу с диктаторскими режимами на юге. Джун Ю затрагивает малоисследованные вопросы в изучении Северной Кореи, например, дипломатию со странами Африки. По сей день в странах Африки стоят монументальные памятники героям борьбы с колониализмом, спроектированные северокорейскими скульпторами, например. Автор связывает голод 90-х годов в Северной Корее с рыночными реформами Китая и СССР, которые ударили по поставкам удобрений. В целом книга представляет собой предостережение против отношения к северным корейцам, как к людям из прошлого или из какой-то альтернативной реальности. Студенты из Северной Кореи по опыту автора мало чем отличаются от студентов с юга или любой другой страны, а он точно знает, о чем говорит, являясь профессором Сеульского университета. Теодор Джун Ю затрагивает не только проблемы юга и севера, но и историю корейской диаспоры. Корейцы проживают в Японии с тех времен, когда японцы аннексировали корейский полуостров. Японское общество не принимает иностранцев в целом и корейцев в частности. Даже если они родились в Японии, имеют японское имя, говорят только по-японски, в этом контексте неудивительно, что большая часть диаспоры ассоциирует себя именно с Северной Кореей, которая открывает корейские школы, культурные ассоциации, всячески поддерживает национальное сознание японских корейцев. Вообще эта тема довольно широко обсуждалась, обсуждается. И удивительно, когда именно корейский, южнокорейский автор об этом пишет, как о само собой разумеющемся и ни в коем случае не принижает достоинства своего северного соседа. Мы включили книгу «Две Кореи» в серию «Восточный вектор», чтобы российский читатель мог познакомиться с современной историей корейского полуострова, лучше понять общество двух республик. Интересно, что автор книги вынес название «Рождение двух разделенных наций». То есть он отошел от концепции единой корейской нации, разделенной двумя государствами. Повествование Джун Ю о двух Кореях заставляет задуматься о судьбах наций за пределами корейского полуострова и о том, какое будущее можем построить мы. В отличие от моих вебинаров по новинкам издательства Директ Медиа, презентационные вебинары, конечно, короче. И те книги, о которых я хотела вам рассказать, не хотелось раскрывать полностью их содержание, поскольку они настолько интересны именно для каждого. Каждый из них возьмет то, что нужно именно ему. И рекомендация нашего издательства касается трех изданий серии «Восточный вектор». О двух я вам сегодня рассказала. И третье мы ожидаем в самое ближайшее время. Я хотела бы напомнить, что две Кореи, рождение разделенных наций – это культурная составляющая, связывающая две Кореи, чуть-чуть экономики. А китайский пузырь, который никогда не лопнет, это чисто экономическое, очень интересное повествование экономиста Томаса Орлика. Поэтому, ребята, если вас заинтересовал, а я не сомневаюсь в том, что заинтересовала эта серия «Восточный вектор», следите за выходом новых книг, в частности, ту книгу, которую я вам анонсировала, и которую мы очень ждем, «Сообщество «Единой судьбы человечества» Си Цзиньпинь». И смотрите на сайте directmedia.ru наши новинки, ищите эти книги, изучайте. Будем рады вернуться к этой серии еще раз. Ну, я надеюсь, в самое ближайшее время вспомнить о том, что мы уже обсудили, и поговорить о чем-то новом в этом восточном направлении, которое сейчас наша страна смотрит очень пристально. Я благодарю вас за внимание, коллеги. Это была презентация новой серии «Восточный вектор». Мы надеемся, что книги этой серии помогут вам лучше понять современный Восток, перспективы сотрудничества с восточными странами. Все эти книги доступны для покупки в нашем интернет-магазине в электронном и печатном виде. Я готова вам ответить на ваши вопросы, если они есть. Ну, конечно же, большинство из них будет перенаправлено на содержание книг и на то, что в них включено, потому что ответить без спойлеров, наверное, не получится. Благодарю всех за внимание. Если есть вопросы, готова на них ответить. Ну что ж, была рада всех увидеть. До встречи на следующих вебинарах. Следите за нашими новинками. И напоминаю, что у нас много серий, о которых мы постараемся рассказать. Всего доброго, хорошего вам дня, хорошей трудовой недели. До свидания.